Здравствуйте! О самых интересных и значимых событиях расскажут корреспонденты Первого Карагандинского. В студии Карина Кашина. Вначале коротко о главном. Президент Укаев отметил важность проведения пятого юбилейного слета именно в год молодежи. Глава государства принял участие в торжественном открытии Республиканского военно-патриотического сбора Айбын-2019. Сотни карагандинцев воспользовались возможностью проконсультироваться у врачей. Областное управление здравоохранения провело акцию под названием «Наш выбор здоровья». Программа «Янбек в действии». В Жанаркинском районе Карагандинской области только за прошедший год 146 человек получили микрокредит на создание собственного бизнеса. Верховный главнокомандующий вооруженными силами страны Касым Жомар Тукаев посетил учебный центр «Спас» в Карагандинской области, где принял участие в торжественном открытии 5-го республиканского военно-патриотического сбора Айбын-2019. Президент осмотрел полевой лагерь и ознакомился с организацией образовательного процесса. С подробностями так же Анлянова. Юбилейный Айбын-2019 собрал около 600 участников со всего Казахстана. Это воспитанники военно-патриотических клубов и школ ЖАЗ УЛАН. К юным казахстанцам обратился президент страны Касым Жомар Тукаев. В своей речи верховный главнокомандующий отметил особую значимость подобных сборов и развитие движения ЖАЗ Сарбас. Огромное значение у нас придается формированию и воспитанию патриотизма среди молодых казахстанцев. В этих целях было создано республиканское детско-юношеское военно-патриотическое движение ЖАЗ Сарбас. Сформированы и работают филиалы ЖАЗ Сарбас во всех регионах. Количество военно-патриотических клубов и классов ЖАЗ Сарбас достигло 6 тысяч. В них обучаются 174 тысячи детей. Среди участников традиционного сбора нет случайных людей. Юных армейцев отбирали и готовили месяцами. Они полны энтузиазма и готовы бороться за призовые места. Мы надеемся на победу и на то, что как бы улучшить свои навыки и пополнить багаж знаний. Мы более сплоченные, мы более дружные и у нас как бы команда всегда действует вместе. Мы каждый день выходили на пробежку. После пробежки мы делали зарядку. Далее мы делали физподготовку у нас была. Также мы стреляли с пеналочисткой винтовки. В рамках военно-патриотического сбора участники продемонстрируют не только волевой характер и физическую подготовку, но и навыки стрельбы с пневматической винтовки, метания гранат, сборки и разборки автомата АК-74, а также примут участие в различных эстафетах. Не менее важная роль отводится конкурсу робототехники. Это связано с тем, что армии Казахстана нужны специалисты технического профиля. Инженеры в области защиты информационной безопасности, в области защиты государственных секретов, то есть специалисты IT-технологии. Почему? Потому что сейчас у нас на сегодняшний день закупается новейшее оборудование, новейшее вооружение, новейшая техника. Вот, к примеру, взять даже новые многофункциональные истребители Су-30СМ. Они тоже имеют определенный компьютерный интерфейс и так далее. То есть инженерно-технический состав и летный состав должны понимать и знать, что такое вообще компьютеры и так далее. Особенностью пятого сбора молодежи стала закладка капсулы «Лодала Сарбаза», в которой юные патриоты передали послание будущим поколениям. Почетное право поднять флаг Айбен было предоставлено капитану клуба «Кайсар» из Павлодара, который стал обладателем Гран-при в прошлом году. В ходе торжественной церемонии открытия военнослужащими воинских частей сухопутных войск и летными составами сил воздушной обороны были продемонстрированы боевые возможности военной техники – танков, вертолетов и многофункциональных истребителей Су-30СМ. Сборы завершатся 22 июня. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Десять приоритетных задач, которые президент Касым Жумар-Токаев обозначил в своей инаугурационной речи – это будущее казахстанцев. По словам главы государства, приоритетами станут решение социальных задач, поддержка предпринимательства и обеспечение единства общества. С полным текстом обращения президента можно ознакомиться на сайте АКОРД. В своей инаугурационной речи глава государства Касым Жумар-Токаев заявил, что намерен работать над реализацией третьей модернизации Казахстана, притворением в жизнь пяти институциональных реформ и других важнейших стратегических документов нашего государства. Чтобы страна смогла выйти на новый уровень устойчивого развития, нужны новые подходы и новые решения. Планирую конкретно заняться решением острых социальных проблем, оказанием помощи наиболее нуждающимся. Правительству поручено подготовить меры для достижения ощутимых результатов в этой сфере. Нам нужно серьезно обновить социальную политику. В-третьих, буду поддерживать казахстанских предпринимателей, привлекать и защищать инвестиции, стимулировать деловую активность, формировать средний класс. В-четвертых, моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. И, наконец, главное, всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана. Намерение президента заняться решением острых социальных проблем горячо поддержали и рядовые казахстанцы. Ветеран педагогического труда Сабит Кунтаев заявил, что первоочередной задачей должна стать борьба с бедностью. Президент говорит об улучшении качества жизни людей. Почему? В мире существует определенный порядок вещей того, что нужно сделать для развития страны. Самое первое – это борьба с бедностью. Мы не должны понимать это в прямом значении этого слова. Это означает, что, прежде всего, нам необходимо учить молодежь правильно выбирать профессию, работать во благо своего народа. В своей речи президент Тукаев также отметил, что сегодня мир вступил в эпоху стремительных перемен. Меняются технологии, экономика и социальный порядок. Меняется мировоззрение людей, особенно молодежи. При этом власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Такого правила должны придерживаться все члены правительства и Акимы. Для меня, как президента, самым важным являются не общие цифры экономического развития, а реальное благосостояние всех наших граждан. Поэтому при принятии решений по стратегическим вопросам позиция большинства населения, безусловно, будет учитываться. Обращаясь к народу Казахстана, глава государства заявил о создании Национального совета общественного доверия. В него войдут представители всего общества, включая молодежь. Первое совещание Национального совета общественного доверия будет проведено в августе этого года. Власть обязана выполнять свои обещания перед народом. В этом заключается ее главная миссия. Только так можно укрепить единство нации, стабильность в стране. Поэтому будет разработан предметный план реализации моей предвыборной платформы. Лучшие идеи, предложения от народа найдут свое отражение в этом документе. Социальные проекты, которые будут инициированы президентом, готовы всецело поддержать общественные объединения Караганды. К нам часто, каждый день приходят те люди, которым нужна помощь. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оставшиеся без дома, оставшиеся без средств к существованию. И поддержка проектами социально значимыми – это кризисные центры, это материальная поддержка, это поддержка даже, ну скажем, адресная социальная помощь. Для меня это важно. И я надеюсь, что вот эти проекты, которые молодежь должна осуществлять, она на этом основана. И это прозвучало, и это будет реализовываться. А мы, как организация, естественно, вспомогательная по отношению к государству, всегда будем работать в рамках требований, стратегий и, естественно, поставленных задач. Обращаясь к молодым казахстанцам, Касымжумар Тукаев отметил, что 2019 год объявлен лидером нации «Годом молодежи». Начал работать специальный проект «Жастар Ельтереге». Реализуется программа развития бизнес-инициатив молодежи «Жаст Касепкер». Внедряются программы трудоустройства. Глава государства заявил, что наша молодежь – целеустремленная, трудолюбивая, креативная, поэтому будущее Казахстана в надежных руках. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В преддверии Дня казахстанской полиции в областном департаменте провели ряд мероприятий, приуроченных к профессиональному празднику. Одно из них – посещение ветеранов органов внутренних дел и родственников сотрудников полиции, погибших при исполнении служебного долга. Оперуполномоченный уголовного розыска Карагандинского ОВД, старший лейтенант милиции Нурлан Байгаскин погиб при исполнении служебного долга в 1998 году. Посмертно он награжден орденом Айбен. Семья погибшего сотрудника стала первой, кому представители департамента полиции нанесли визит. На особом счету у департамента и ветераны органов внутренних дел. Заслуженный работник МВД, полковник полиции в отставке Амангильды Бегжанов в разные годы работал на руководящих должностях в Карагандинской и Жамбылской областях. В годы работы в Карагандинской области был заместителем начальника ДВД, советником начальника департамента. В рамках мероприятий, посвященных предстоящему профессиональному празднику, полицейские презентовали для юных патриотов мультипликационный фильм «Хочу стать полицейским». «Это трудная работа, днем и ночью, вне погоды. Я вот скоро подрасту, и как папа на посту, на патрульке буду ездить, скоро лет так через десять». Стихотворение к фильму написал ветеран МВД Нурлан Телагисов. Мультипликационный фильм является поучительным для маленьких зрителей. Он описывает диалог двух поколений. Кроме того, в фильме рассказывается о подвиге полицейских. Инспектора дорожной полиции Кайрата Джумабекова, погибшего при спасении детей, и участкового инспектора Даурена Алтаева, вынесшего из горящей квартиры четырех детей. Первыми зрителями стали воспитанники пришкольных лагерей. «Я понял, чтобы быть полиционером, надо кушать карфу, заниматься спортом, быть отличником в школе, быть сильным, заниматься спортом. Если ты хочешь стать кем-то, то нужно стараться и нужно спросить у мамы с папой, что нужно делать, чтобы стать таким же». «А вот я понял, что там работа, там полицейская, она очень тяжелая, да, там детей спасать». Полицейские отмечают, что не только мальчики, но и девочки хотят в будущем стать полицейскими. Дети считают, что для того, чтобы стать хорошим стражем порядка, необходимо хорошо учиться, заниматься спортом, уважать старших и не обижать младших. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Сотни карагандинцев воспользовались возможностью проконсультироваться у врачей. Областное управление здравоохранения провело акцию под названием «Наш выбор здоровья». В одном из торговых домов Караганды посетителей принимали терапевты, педиатры, специалист по формированию здорового образа жизни и правильного питания. Карл Гаш Мукашева – работник торгового центра «Таир». Из-за плотного рабочего графика у нее нет времени сходить в больницу и пройти обследование. Но сегодня ей повезло – врачи приехали к ней на работу. И мы сдали на холестерин, на сахар. Знаете, мы как бы работаем, у нас нет свободного времени. А тут вот прямо молодцы. Вот все поликлиники, что вот так вот сделали такую акцию. Измерить артериальное давление и уровень сахара в крови, проконсультироваться с терапевтом, педиатром, а также узнать много полезного о здоровом питании. Все это карагандинцы могли сделать, не посещая поликлиники. В одном из торговых домов Караганды прошла акция «Наш выбор здоровья». Особое внимание медики уделили профилактике диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также теме социального медицинского страхования. Есть специалисты, которые делают забор крови на холестерин, сахар, определение холестерина сахара. Артериальное давление измеряется. Все отдыхающие, практически можно сказать, никто мимо не проходит, все заинтересованы, все беспокоятся о своем здоровье. И мы рады помочь всем нашим жителям города Караганды. Пожалуйста, не только во время акции, можете и вне акции приходить в поликлиники. Мы будем рады вам оказать именно медицинскую помощь. Здесь же были организованы флешмоб и познавательная викторина. Подобные акции прошли также во всех городах Карагандинской области. Программа «Янбек» в действии. В Жанаркинском районе только за прошедший год 146 человек получили микрокредит на создание и развитие бизнеса. О действенных мерах по борьбе с безработицей и развитию предпринимательства на селе подробнее в следующем репортаже. Завод по производству газоплока в Атасу открылся относительно недавно. Сегодня он обеспечивает работы четырех человек. Кирпичи местного производства успели оценить жители всего Жанаркинского района. Идея о безготовлении в поселке самого распространенного стройматериала принадлежит Ардак Дюсенбековой. Бывший методист отдела образования сменила просторный кабинет на производственную площадку. О чем вовсе не жалеет. В 2015 году я вышла в декрет. Тогда и зародилась эта идея. Заручившись поддержкой государства, я открыла свое дело. В палате предпринимателей Атамикен я прошла месячный курс и получила сертификат. Затем получила в кредит 6 миллионов тенге. Сегодня наше производство набирает обороты. В будущем мы планируем расширять бизнес. Еще один яркий пример активного развития предпринимательства на селе – Мухаммед Кали Ахмолдин. Глава крестьянского хозяйства Тельжан получил 22 миллиона тенге по программе Сабага для разведения породы гирифорд. Британскую мясную породу крупного рогатого скота житель Жанаркинского района приобрел в Татарстане. Мы хотим развивать дело нашего отца. Этому крестьянскому хозяйству почти 25 лет. В набережных Челнах мы приобрели 35 голов крупного рогатого скота породы гирифорд. Это обошлось в 22 миллиона тенге. Планируем сдавать мясо. Пока скот на карантине. Вышеупомянутые предприниматели добились успеха благодаря поддержке государства. Она оказывается в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Янбек. В одном только Жанаркинском районе в 2019 году были трудоустроены 234 человека. Больше 60 получили возможность переобучиться и освоить интересные и востребованные профессии. Более сотни сельчан примерили на себя роль предпринимателей. В рамках второго направления программы Янбек в 2018 году 146 человек получили кредиты на общую сумму 631 миллион тенге. Так как в нашем районе в основном люди занимаются животноводством, многие проекты направлены на развитие мясного производства. Но есть и молодые люди, открывшие свой бизнес. Одни завозят спецтехнику, другие производят газоблоки. Работают трикотажный и кулинарный цех. На 2019 год планируется выдать кредиты 181 человеку. Сумма кредитования составит 658 миллионов 958 тысяч тенге. За этими цифрами стоят реальные люди, желающие начать свое дело. Благодаря поддержке фонда «Дому» в ближайшее время каждый из этих проектов разрастется в предприятия. А это, в свою очередь, новые рабочие места, поток средств села, развитие местного содержания. Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства Янбек – это совокупность действенных мер по борьбе с безработицей и развитию бизнеса. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Тяжелоатлет из Караганды Артем Антропов завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате, который прошел на Фиджи. 19-летний спортсмен был нацелен на победу и даже шел на мировой рекорд. Но планам помешала старая травма. Об этом он рассказал на пресс-конференции. Артем Антропов пришел в тяжелую атлетику в возрасте 9 лет. Будущий тренер оказался школьным другом мамы. Он сразу распознал у мальчика талант. Так и начался трудный и упорный путь к победе. На чемпионате мира Артем рассчитывал на золото, но дала о себе знать старая травма. Позвоночник, немного зажать нерв между лопатками. От этого, ну, выбивает. На тренировках получил, ну, выходил с разножки, и так получилось, сдернул чуть-чуть, нервы зажало. В свои 19 лет Артем выступает в весовой категории 96 килограмм. На мировом первенстве он поднял вес суммарно 352 килограмма и даже шел на мировой рекорд. Тренер спортсмена Иван Снегуров считает, что на результат Артема повлияли также долгий перелет до Фиджи и акклиматизация. Наставник обещает провести с подопечным работу над ошибками и в будущем году завоевать заветное золото. Следующий год у него последний, то есть это ему исполнится 20 лет. Он будет заключительный, это юниорский мир. Потом с 2020 года он будет выступать только на взрослых стартах, потому что у нас сейчас по новой системе. Если мы хотим начать подготовку на 2024 год на Олимпийские игры, соответственно, мы каждый год должны выступать на двух взрослых стартах, чтобы набирать баллы сейчас по очкам. Отбираются в каждой категории по 14 лучших спортсменов в мире. То есть специальная программа «Адамс», которую он сейчас заполняет, где он, что он ежедневно. И результат будет все это суммироваться. И потом будут смотреть, поедет он на Олимпийские игры в 2024 году или нет. Тяжелая атлетика в республике в последние годы активно набирает обороты. Напомним, казахстанские штангистки Дарья Ахмерова и Карина Кузганбаева пополнили копилку национальной сборной с золотыми медалями. Полина Малюкова, Сергей Високосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были самые интересные события уходящего дня. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всех новостей. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!